Практическая психология Продолжить этот вариант программы. Итак, теория привязанности. Как привязанность влияет на нашу взрослую жизнь? Поговорили уже о том, что такое привязанность. Давай всё-таки напомним, потому что многие, наверное, сегодня кто-то впервые услышит. Конечно. Итак, что же такое привязанность? Привязанность – это связь между младенцем и значимым взрослым. Чаще всего это родители, чаще всего это мама. Причём это такой инстинктивный функционал, который заложен у любого ребёнка. Да, абсолютно верно. С самой эволюцией – это поведение инстинктивное. Оно начинается с самого рождения. Ребёнок ориентирован на взрослого, стремится к нему привлекать внимание взрослого. Всё для того, чтобы выжить. Да, всё для того, чтобы выжить и получить важный опыт для последующей жизни. Да, потому что правильно ты сказала ещё до эфира, что почему и мы большое значение придаём этой теме, что именно правильная привязанность, правильно сформулированная привязанность, она ведь влияет на человека от рождения и, как говорится, до самой смерти. Абсолютно верно. Сам Болбиков был глубоко убеждён, что потребность в привязанности у нас есть от рождения до могилы. Такая вот цитата. Ну что, давай попробуем сейчас проговорить, что с практической точки зрения необходимо понимать, когда в семье появляется ребёнок. Что необходимо взрослым сделать для того, чтобы сформировалась здоровая привязанность? Я думаю, мы повторим снова пять условий. Важна защита, чтобы родитель защищал своего ребёнка от разных опасностей и угроз. То есть следил, чтобы он не упал, чтобы не прибежал и не укусила его собака, чтобы он не поранился, не отравился. То есть такое обеспечение безопасности со стороны взрослого. И здесь ребёнок получает опыт безопасности, что мир безопасен, я могу доверять. Хорошая такая копи-стратегия, да? Да, да-да-да. То есть она такая спокойная, уравновешенная. И это позволяет формировать такое устойчивое ощущение себя и мира, себя в мире, себя в отношениях, ожидания того, что вообще мир ко мне дружелюбно настроен, и я достоин любви, уважения. Вот чаще всего именно вот в этот момент бывают сбой, да? Откуда мы во взрослой жизни встречаем людей с низкой самооценкой, с ощущением «я не доверяю этому миру, я не доверяю этим людям», да? Да, точно. Следующее, это первый был, да? Да, это первое условие. Следующее – это сонастройка на ребёнка, на его состояние, на его уровень развития. То есть настроенный родитель будет понимать, что происходит с ребёнком, по его поведению, по его реакциям, и не будет требовать от него то, что ещё не соответствует его уровню развития, что тоже частая ошибка. Бывает. Потому что, как мы в практике встречаем, да, приходит папа с мамой и требует от трёхлетнего ребёнка, чтобы он заправлял кровать, да, самостоятельно. Самостоятельно. Причём не запрашивая помощь родителей, потому что это их просто уже бесит и выводит. Да, или собирал игрушки тоже часто. И когда начинаем объяснять, что, вы знаете, у вас требования ребёнка к ребёнку не по возрасту, то родители бывают удивлены. И часто бывает, Надя, согласна, и часто это бывает от просто незнания. Да, никого не учат, к сожалению, быть родителями. То, что мы привносим, часто опыт своих детско-родительских отношений, да, и своей родительской семьи. И он не всегда бывает таким, да, подходящим. Германичным, да, я бы так сказала. Точно. И поэтому важно, да, здесь бывает достаточно информирования о возрастных нормах, да, о потребностях ребёнка на этом этапе. И вот здесь как раз про эту сонастройку, какой здесь получает ребёнок опыт. Я видим, да, и ребёнку важно. Мне звучат. Да, я есть, я видим, меня знают, знают, какой я. И это тоже очень важный такой момент в развитии, потому что ребёнку важно быть видимым и отражённым. Многие исследователи в разных подходах психотерапии говорят о том, что я начинается с отношений. То есть вот те отношения, которые ребёнок видит, он их впитывает, принимает, интериоризирует, то есть переводит внешний опыт во внутренний план, и это становится уже личным... Опытом. Да, и личным таким мнением и знанием о себе. Кстати, вот в этот момент тоже формируются нарциссы. Да, да. Но это уже другая история, про которую... Пограничные расстройства личности, да, где тоже, Надя, интересно ты вот это воспользуйся случаем, да, что чем они отличаются. У одного типа сверхконтроль над своими эмоциями, но я их не понимаю, я просто всё контролирую. У другого типа наоборот. Я понимаю, что со мной происходит, но я контролировать совершенно это не могу. Да, 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 согласна. Так, третий пункт. Третий пункт — это утешение и успокоение. И это важный такой базис для эмоциональной саморегуляции. То есть я знаю, что страдание конечна, что я не буду злиться вечно, бояться вечно, грустить вечно. Да, бывают неприятности. Мне может стать грустно, страшно, обидно, больно, но... Всё можно пережить. Да, это проходит, и я снова могу веселиться, играть. И жизнь прекрасна. Точно. Отлично. Так, вот смотрите, такие простые вроде бы, да, истины, но они как раз и являются теми базовыми, которые закладывают здоровую психику. Да, вот то, что касается эмоциональной регуляции, мне кажется, это тоже такое одно из самых уязвимых мест для родителей и даже до сих пор для современного общества, когда здесь основа в том, что если взрослый умеет определять и регулировать эмоции ребёнка, то есть я вижу, ну вот опять же, да, я сонастроен, я вижу, я предполагаю, что ты испугался, да, я вижу, что ты плачешь. Ты испугался, тебе стало страшно, то есть озвучиваем, называем эту эмоцию, да, это к тому, что мы можем делать, что нам вообще важно делать. Мы называем, даём этому имя, и тогда предлагаем, мы либо обнимаем, говорим, откликаемся, я понимаю, гладим, да, по голове, предлагаем, утешаем, успокаиваем, если это ребёнку сложно успокоиться, и мы уже сделали всё, что могли, тогда следующий шаг мы можем попробовать его отвлечь, но не сразу, да, мы не сразу избегаем эмоций. Вот поэтому, а что, какие ошибки часто на этом этапе происходят? Не плачь, не расстраивайся, ничего страшного нет, да, что мы слышим просто... Обесценивание. Да. Если не страшно, как это так, мама, ничего страшного в этом нет? Да, и поэтому, да, тогда ребёнок как раз не приобретает этот важный навык, и когда он вырастает, очень сложно со своими эмоциями справляться, и мы понимаем, что потом этот взрослый привнесёт этот опыт в отношении со своим ребёнком, ему будет сложно видеть, как он боится или расстроен, поэтому... И пятый пункт такой? Это четвёртый. А, четвёртый? Это будет у нас выраженное удовольствие от того, что ребёнок есть. Я люблю тебя, я рад тебя видеть. Как хорошо, что ты у меня появился. Да, и это даёт как раз ощущение, что я значим, я ценный, я любимый, я достойный, очень важный. Важный, да. Да, и вот опять-таки мы говорим про то, что вот здесь вот в этот момент закладывается самооценка, да, ребёнка, здоровая самооценка. Если значимые люди меня видят, чувствуют, понимают и ценят, они дают мне эти ощущения, то тогда я, конечно же, классный. Да, точно, я классный, у меня позитивный образ себя, и даже если происходят в моей жизни неприятности, они обязательно произойдут, и у меня что-то будет не получаться, но я знаю, что, в общем-то, я хороший. Такое фоновое чувство всегда, да, ощущение, что я хороший, я способный, я вообще-то справляюсь. Вот, это тоже важная наша потребность. И пятое условие – это поощрение исследования. И исследование мира, познание нового, и это даёт ребёнку опыт того, что родители верят в мои способности, они верят в мой потенциал, и я могу развиваться. И я могу доверять этому миру, да, потому что родители тоже доверяют этому миру, когда я беру и что-то исследую. Да, да, они поощряют, то есть это да. И всячески меня поддерживают. Отлично. Вот прямо эти пять пунктов. Если молодые родители, мы сейчас говорим, да, про то, что родителями нас не учат где-то быть, мы учимся это в процессе жизни. Вот если следовать этим пяти пунктам, то, в принципе, есть шанс, что вы вырастите здоровую, адекватную личность, которая потом будет во взрослой жизни иметь меньше проблем. Да, точно. И я хотела бы здесь тоже добавить важную вещь о том, что моё глубокое убеждение, что родители всегда делают лучшее, что они могут, на что они способны для своего ребёнка. И поэтому тут тоже такой момент понимать, что родитель может заходить со своим типом ненадёжной привязанности. То есть у него свой опыт может быть болезненный. И поэтому тут важно обратить внимание ещё, да, будучи молодым родителем или если подготовка к родительству, обратить внимание, как у меня с этим. Разобраться сначала со своим, да, типом привязанности. Точно, да. Чтобы не, как говорится, сначала помойте руки, да, прежде чем заходить в новые отношения со своим собственным ребёнком. Да, или наденьте маску на себя, а потом у ребёнка. Да, согласна с тобой полностью. Да, Надь, можно ещё добавлю про... Вот хотел тут два момента таких новых добавить. Это вот о том, что у родителя могут быть ограничения. И также важно учитывать самого ребёнка. Потому что мы много говорим о том, насколько велика ответственность родителей. Это действительно так. Но без ребёнка привязанности никакой не будет. Да, он полноправный участник. И дети тоже бывают разные. Мы знаем, что мы рождаемся уже с определённым набором врождённых своих данностей, да, своих настроек биологических. В том числе более известный тип нервной системы, да, точно, и различные настройки биохимические, да, как выделяются наши гормоны, работают внутренние органы. И вот это всё даёт нам каждый раз уникального человека. И поэтому вот это такая уникальная взаимосвязь. Появляется новый человек со своими потребностями, со своим устройством. И родитель, у которого тоже есть уже своя история и свой опыт этих отношений. И вот здесь как раз мы смотрим, да, что здесь может получиться. Если у родителя надёжная привязанность, ну или он постарался, мы будем говорить, да, как можно вообще, что есть надежда. И у него приобретённая надёжная привязанность, он может настраиваться и быть этим надёжным родителем для любого ребёнка, да, с разным темпераментом. Если же у родителя, например, тревожная привязанность, то есть он такой эмоционально возбудимый, чувствительный, тревожный, то и у него рождается ребёнок очень спокойный. Спокойный, такой бывает, его легко успокоить, и тогда на него легко настроиться, да, он лишний раз не капризничает. И родитель, несмотря на то, что он сам по себе тревожный, но у него нету этих стимулов, чтобы быть вот в таком состоянии, и поэтому здесь может такой быть... Симбиоз хороший. Да, что тогда получится настроиться. Но если у этого же самого родителя родится ребёнок более возбудимый, который более раздражителен, и его... Вторичная травма, ещё одна. И его сложно успокоить, да, что мама старается, но... Ничего не получается. Или очень много сил на это уходит. И это часто нужно делать. Мама изматывается, и мы понимаем, что тогда, конечно, ей будет с каждым разом сложнее и сложнее настраиваться. Сложнее и быстрее здоровые, да, здоровые отношения с малышом. Поняла, услышала. То есть очень важно понимать, кто ты, что ты из себя представляешь, и какой у тебя малыш, да? Да. И именно эти две такие категории мы берём при... Ну, когда отталкиваемся, уже, наверное, при диагностике, да? Делаем диагностику. Ну, да, пожалуй, да, там, я думаю... Они есть разные, мы о них поговорим, поэтому так сложно, наверное, один ответ дать. Хорошо, поняла. Итак, давай попробуем выяснить, как проявляются во взрослой жизни, как проявляются во взрослой жизни вот эти самые типы привязанности. Да, мы как раз сейчас, я согласна, справедливо уделили самое большое внимание надёжному типу привязанности, как это проявляется. Человек ценит отношения во взрослом возрасте. А, да, важно сказать, что потребность в привязанности у нас сохраняется всю жизнь, и только если, когда человек ребёнок, он ориентирован на родителя. Значимым взрослым является родитель. А когда человек становится взрослым, это перемещается. Уже не родитель для нас, самый главный человек, от кого мы ждём поддержки, понимания. Поддержки, сонастройки. Да-да-да, вот всё, что мы говорили, вот все эти пять условий, на самом деле, да. То есть мы берём это всё, переносим на своего партнёра, которого мы выбрали, или который выбрал нас. Да. Вот, поэтому я сейчас буду рассказывать, я думаю, больше о том, как в отношениях проявляется. Отлично, готова услышать. И, значит, надёжный тип привязанности. Человек себя чувствует комфортно в отношениях, он ценит отношения, доверяет, ориентирован на отношения, и также он может и себя без отношений хорошо чувствовать. То есть наличие отношений, это не показатель того, что... или там отсутствие отношений, это не показатель того, что у человека неправильно сформирована привязанность, да? То есть он, в принципе, может быть самодостаточен и без отношений, правильно я понимаю? Да, но, в принципе, этот тип, мы понимаем, что он ориентирован всё-таки на долгосрочные крепкие отношения. Но если... ну, понятно, мы же их не можем, да, как-то сразу обрести, поэтому какие-то перерывы или всякое бывает, да, можно... Если мы поменяемся, если человек расходится, то он, в смысле, спокойно, он уверен, что... Если у него будут отношения, то они будут уже для него комфортные, здоровые. Да, 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 точно. Вот, и здесь такая... И, в общем, такой оптимальный вариант, что касается ненадёжных типов привязанности. Их три основных выделяют. Хотя Криттенден выделяют во взрослом возрасте до 24 типов. Да, что мне тоже более симпатично, потому что, я думаю, более реалистично отражает наш человеческий опыт, что всё-таки нас сложно прямо на четыре категории разделить. Но мы сейчас про основные... Но мы, да, упрощённо посмотрим на это, ну и более так традиционно. Да, слушателям, если это вас заинтересует, вы можете это погуглить, поинтересоваться, книги почитать. Да, Криттенден, автор. И тревожная привязанность, да, один из ненадёжных. Она появляется, когда родитель непоследователен, часто выполняет множество задач, и поэтому он ребёнку не всегда доступен. Ребёнок не знает, когда он может обратиться к родителю. Дойти, обратиться, получить поддержку или не получить её. И поэтому ребёнок постоянно стремится получить внимание. Он научается привлекать внимание. Взрослый, что с ним... То есть он постоянно напряжён, встревожен, он ориентирован на взрослого, на его потребности, не на свои. Во взрослом возрасте такой человек в отношениях уже с партнёром очень ревнует, очень беспокоится об отношениях, очень жаждет одобрения, он очень боится быть брошенным, оставленным, он переживает, что с ним что-то не так. То есть очень много беспокойства об отношениях. И этот человек может либо очень сильно подстраиваться и быть гиперзаботливым. Такой человек без границ, да, без своих собственных границ. Точно, да. И партнёры как раз описывают отношения с такими людьми, как удушливые. То есть где воздуха мало, пространство. Человек стремится вот всё время своё быть, меньше быть на работе с детьми, больше быть со своим партнёром. И либо... И также этот человек может проявляться как очень требовательный, который требует одобрения, постоянно внимания, постоянно подозревает, что недостаточно, недостаточно партнёра. То есть это, конечно, очень сложно, да, рядом находиться. С таким человеком, да. А всего лишь причина, вот, пожалуйста, в неправильной сформированности привязанности. И то есть представляете, как самому человеку, да. Мы понимаем, что человек не делает ничего лишнего. Это... Для него... Это его потребность. Да. Которая бы не была удовлетворена в детстве, и теперь он её пытается восполнить во взрослой жизни. Да. Это... То есть тип ненадёжной привязанности, мы понимаем, что это не вина самого человека, да. Это не показатель его какой-то дефективности, неправильности. Это как раз-таки адаптация к тому контексту, к той социальной ситуации, к тому взрослому, который был способен, ну, вот, только, да, на что-то, вот, на то, что был. И тогда ребёнок самым лучшим для себя образом приспосабливается. И тогда это поведение действительно выполняет свою функцию. Ребёнок добирает это. Но когда становится взрослым, вот обычно мы как раз и видим эти последствия, да, негативные, как это сказывается на отношениях, как это может рушить отношения, когда это уже не подходит, да. Но это автоматически переносится. Поэтому, то есть, да, мы понимаем, что это человек, которому тоже самому очень плохо и рядом тяжело находиться, но и он тоже, конечно, очень страдает. Но мы чуть позже проговорим, как это в терапии, да, можно помочь, да? Да. Да, хорошо. Избегающий тип привязанности, когда родитель... Это вторая, второй тип привязанности, да? Да, да. Следующий, да, ненадёжный. Когда родитель холодный, отстранённый и отвергает ребёнка, когда особенно, значит, контакта, поддержки. Вот это как раз подходят эти примеры. Не плачь, убирай слёзы. Ты же большой, ты же хороший. Мальчики не плачут. И поэтому здесь ребёнок получает опыт, что контакт небезопасен, что мне ещё больнее становится, когда я ищу утешение, поддержки. Я её всё равно не получу, от этого я ещё сильнее страдаю. И тогда я отхожу ещё дальше, да, я дистанциируюсь, и поэтому у взрослого... И я научаюсь вообще сам со всем справляться. И здесь у взрослого получается такая иллюзия самодостаточности. Почему иллюзия? Потому что потребность в сопричастности, вот мы знаем, это доказано массой исследований, сотнями, тысячами исследований, что это наша потребность общечеловеческая, универсальная. Потому что мы так-то социальное животное. Да, мы так устроены, да, мы так созданы природой, и нам никуда от этого не уйти. Поэтому вот это, да, когда мы это встречаем, мы понимаем, что, ну, это такой сигнал. Да, вот именно, наверное, в этой ситуации формируются эмоционально холодные, да, взрослые. Да, да, точно, это продолжается, да, когда я не научаюсь со своими эмоциями вообще как-то уживаться, да, их распознавать, и тогда я стараюсь от них тоже отстраняться, как будто бы ничего не чувствовать, потому что я не умею просто, как это. Страшно. Да, да, и вот здесь тоже, и часто в терапию такие клиенты могут приходить с ощущением, что мне вообще хочется отношений, но что-то внутри мне прям мешает, мне сложно и страшно, и мне, когда я сближаюсь, мне как-то сложно становится. Есть такой прямо, да, в психологии синдром боязни близких отношений. Вот это в основе, я думаю, да, сюда можно справедливо относить, закладывать теорию привязанности, да, с её избегающим типом. Вот, то есть так это проявляется в отношениях. И дезорганизованный вид привязанности здесь, он непоследовательный, то есть когда родитель либо... Любит сильно-сильно. Да. Вдруг отсутствует. Либо он... Не поддерживает. И либо он вообще не совсем адекватен, то есть либо он очень пугает, либо сам напуган, либо это жестокое отношение с детьми, и это такое непоследовательное, либо, да, он такой отзывчивый, удовлетворяет все потребности, и тогда, то есть совсем сложно с этим. И здесь проявляются и тревожные, и избегающие типы привязанности вместе, и сочетания, и они чередуются. Гладкая смесь. Да, это самый сложный, действительно, и для работы, это самый сложный такой случай для жизни людей, да. Кстати, он часто встречается в практике. Да, потому что, опять-таки, нас не учили быть родителями. И мы очень часто сами в терапию идём только после 30-ти, когда уже дети, и уже столько, как говорится, поломали дров, да? Да, когда уже невозможно не замечать. Да, когда начинаешься об этом. Да. И, я думаю, и к хорошим новостям, да. Да, можно. Основатели теории, да, напомню, Джон Боул и Мэри. Да, у нас осталось всего 4 минуты. Надя, ну что успеем, да. Самое важное. Сам основатель этой теории говорил, что внутренние рабочие модели, да, то, что формируется, не высечены из камня. И мы можем меняться. И хотя, да, великое значение на нашу жизнь, но всё-таки мы можем получать новый эмоциональный опыт, когда мы знакомимся, встречаемся с новыми людьми, другими людьми. Мы так вообще обучаемы. Да. И спасибо нашей нейропластичности, да. Так интересно, что это же наш мозг тоже в процессе эволюции, он очень опасливый, поэтому он нам эти модели все сразу встраивает, чтобы мы... Рассчитывает. Да, просчитывает, точно. И наш же мозг является таким спасением, да, потому что есть и другая функция, кроме такой ригидной статичной функции, да, нашей защиты. Есть и нейропластичность, способность обучаться, вырабатывать новые нейронные связи, сети. И интересно, что, конечно, мы никуда не уйдём от нашего прошлого, да, мы его не перепишем, не забудем. Мы будем знать, но нам важно не становиться его рабами, да, чтобы это не было детерминатой тем, что прям определяет нашу жизнь, нас как людей. Мы будем знать, что да, это моя история, да, было так. Мне есть что плакать, мне есть о чём погрустить, есть на что позлиться. Да, это так, это моё, это часть меня. Но теперь я взрослый, и теперь я могу влиять на всё это. Да, абсолютно верно, могу влиять, могу выбирать. Мы понимаем, что, да, мы уже сегодня говорили, что и типы ненадёжной привязанности, это адаптация, то есть ребёнок подстраивается по то, что есть, и у него нет выбора. Вот у него есть условия, и есть программа биологическая, что нужно подстроиться. Но уже становясь взрослыми людьми, у нас уже появляется этот выбор, и мы самостоятельно уже можем выбирать и менять, и вырабатывать новые модели поведения. Смотри, со всем этим, в принципе, можно идти в терапию, да, к специалисту, который умеет работать с этой привязанностью. И какая задача чаще всего стоит перед специалистом и человеком, который обратился по этому запросу? Задача приобрести новые модели, внутренние рабочие модели, которые будут более адаптивны для текущей ситуации, чем те, которые получены в детстве. И в итоге мы хотим всегда видеть, что... Человек хочет видеть, что он может быть гармоничным, замеченным, да, востребованным и самоценным для себя в уже новых отношениях, как взрослый и взрослый. Да. И есть... Мы, так я думаю, быстро скажем буквально минутку о том, что есть способы диагностики. Да, в основном в терапии мы сразу уже, зная историю человека, зная, да, что какие характеристики есть у типов привязанности, как это формируется, мы уже понимаем, да, с чем человек приходит, уже по описанию. И также используется интервью, есть стандартизированные опросники, есть самоотчёты, которые можно пройти, есть и компьютерные, то есть отвечаешь на компьютер, и выходит ответ. И они обычно касаются... Там вопросы семьи, опишите свою семью, отношения. Я применяю несколько вопросов из опросника, например, AAI называется, опросник по поводу привязанности взрослых. То есть вот мы сейчас это говорим, чтобы люди понимали, да, вы можете сами даже почитать, как бы, да, чтобы немножко поисследовать себя. Но опять я всегда предупреждаю, что не надо ставить никакие себе диагнозы с помощью компьютерных тестов, да, чтобы... Потому что часто бывает так, что человек приходит и говорит, вы знаете, у меня вот тут вот это. Да, Надя, верно. То есть мы помним, да, тоже так с наших слушателей, зрителей о том, что психологи – профессия помогающая, поэтому всё, что можно почерпнуть, мы пробуем развернуть, да, как мне это может помочь. Не как это может меня ранить. Да, и как это мне получить очередное ощущение неполноценности, да, вот чтобы вот эти моменты... А что тогда, то есть с таким, если этим и заниматься, то с интересом исследователя, да, с таким здоровым любопытством к себе. Отлично. Спасибо большое. Сегодня мы говорили о теории привязанности и о том, как привязанность влияет на нашу взрослую жизнь. Сегодня у меня была в гостях Яна Багина, психолог. Яна, спасибо большое за интересную тему. Ну и, конечно же, до новых встреч. Всем желаем любви, здоровья и счастья. Это программа «Практическая психология». До встречи. Практическая психология.